В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В историко-культурном Центре прошла конференция местного отделения политической партии «Единая Россия». В Доме культуры состоялось чествование выпускников-медалистов и тех, кто получил 100 баллов на едином государственном экзамене. Я думаю, секрет успеха заключается в том, чтобы много трудиться, стараться учиться хорошо. На портале Добродел продолжается голосование за дороги Ленинского городского округа. Туда включены дороги с наибольшим количеством голосов, которые набрали по первому этапу голосования. В историко-культурном Центре прошла конференция местного отделения политической партии «Единая Россия». Исполнением гимна нашей страны открылось второе заседание конференции местного отделения партии «Единая Россия». На встрече присутствовали 48 делегатов. Кворум есть. Главный вопрос повестки – избрание нового секретаря. В соответствии со статьями 14.9 и 14.9.1 устава партии, секретарь местного отделения партии является высшим должностным лицом местного отделения партии, избирается конференцией местного отделения партии из числа делегатов конференции тайным голосованием. В бюллетенях две фамилии. Подавляющим большинством 47 и 48 голосов секретарем местного отделения партии стал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Алексей Спасский поблагодарил всех за доверие и напомнил коллегам, что впереди предстоит еще много работы на благо жителей. «Единая Россия» – это партия власти, это сегодня и ДЕЮР, и ДЕФА, и в Государственной Думе, в областной Думе, в Совете депутатов наших, здесь я вижу тоже знакомые лица, в исполнительной власти. И это значит, что у нас с вами есть, вот он, доверие, у нас с вами есть полномочия, но и ответственность тоже вся лежит на наших с вами плечах. Спасибо вам большое еще раз за доверие и всем нам выпускников. В Доме культуры состоялось честование выпускников школ Ленинского городского округа, тех, кто окончил учебное заведение, с медалью и тех, кто получил 100 баллов на едином государственном экзамене. Всех ребят поздравил глава муниципалитета Алексей Спасский. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. В этом году существенные изменения в жизни школьников внесла пандемия коронавируса. Обучение в непривычном формате, перенесенные экзамены, выпускные в ограниченных условиях. Но, несмотря на все, ребята с достоинством справились. И в результате в Ленинском городском округе 68 медалистов и 9 выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене. Я не сомневаюсь, что эти 11 лет, которые были в их жизни, они были очень эмоциональными, они были наполненными событиями, они были наполнены, ну, наверное, преимущественно все-таки хочется верить победами, но наверняка какой-то тревожностью, огорчениями. И считаю, что сейчас самое правильное будет поблагодарить ваших учителей. Сдача ЕГЭ едва ли не самое напряженное время в жизни не только школьников, но и учителей. Директор Видновского художественно-технического лицея Ирина Николаева рассказала, что в этом году ребята очень целеустремленные и порадовали своей отличной подготовкой к экзаменам. В этом году у нас очень неплохие результаты. У нас три медалиста, девочки, и один стубальник по истории. 220 баллов у нас набрали 15 ребят. Это хороший результат, у них так хорошо за 220. Поэтому я думаю, они поступят туда, куда хотели. Хорошие вузы. Все выпускники были награждены медалью за особые успехи в учении. И каждому была вручена подарочная книга «Дорога памяти». Я убеждена, что вы найдете достойное место в жизни, и выбранный вами путь будет правильным и честным. Желаю вам, чтобы каждый из вас делал свои шаги твердо и уверенно. Удачи вам и успехов в реализации ваших самых смелых и прекрасных замыслов и планов. Александра Нужненко набрала 100 баллов по русскому языку. Отличницей была с первого класса. Девушка мечтает стать лингвистом и заниматься преподавательской деятельностью. Я думаю, секрет успеха заключается в том, чтобы много трудиться, стараться учиться хорошо и не только в 11 классе, но и в другие школьные годы, чтобы иметь хорошую базу. Ну и также постараться справиться, конечно, с волнением на ЕГЭ, потому что это одна из самых сложных задач. Андрей Титов – выпускник развилковской школы с углубленным изучением предметов. Андрей любит точные науки, поэтому в планах поступать в университет имени Баумана. На Андрея в этот торжественный день была возложена ответственная задача – выступить от лица всех выпускников Ленинского городского округа. Он преподнес главе символический подарок – колокольчик. Как мы знаем, в смысле истории, для того, чтобы все пришли, когда нужна помощь каждого, нужно было позвонить в колокол. И в данном случае вы можете позвонить, и мы придем на его зов, то есть на зов родной земли. Для ребят был подготовлен праздничный концерт. С песней «Иди вперед» выступила уже студентка Мария Мотова. Нас где-то ждут уже крутые повороты, и остается школа позади. Мероприятие завершилось на улице. У Дома культуры выпускники фотографировались и делились впечатлениями. И загадывали планы на будущее, выпуская в небо воздушные шары в виде золотых звезд. Наталья Вуслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства организовала круглый стол, на который были приглашены начальник территориального отдела Центральная Светлана Степина, председатель Совета многоквартирных домов и заместитель руководителя общественной палаты Ленинского городского округа Людмила Лернер, а также активные жители. Генеральный директор компании Михаил Саламатин во вступительном слове рассказал о том, как проходит подготовка к отопительному сезону о первоочередных задачах коммунальщиков. Мы от программы «Мой подъезд» перешли к так называемому точечному ремонту по горячим точкам, по жалобам жителей, которые были в этом году. Михаил Саламатин отметил, в связи с тем, что на пене был наложен мораторий, снизилась собираемость коммунальных платежей с жителей. Кроме того, теперь сбором за коммуналку занимается Мособл-Ирц. Все это уменьшило возможности управляющей компании. Эта встреча, отметил руководитель предприятия, позволит понять, какие наиболее важные проблемы существуют в нашем муниципалитете. Оказалось, что таковых немало. Всем жителям, пришедшим на встречу, была дана возможность озвучить свои вопросы. Соседки Людмила Высокова и Вера Куприкова живут в доме 17-1 по проспекту Ленинского комсомола. Скоро начнутся дожди, опять останется. У нас Виткин подвал, спецаря, затапливает. Ничего, не труп вот эти, берем за водоотвод, платим каждый месяц, да. А они лежат в стороне или вообще нет. Все зеленью покрылось. Людмила Георгиевна также недовольна работой Мособл-Ирц. Начисления часто приходят за два месяца, хотя собственники оплачивают вовремя. Руководство управляющей компании обещало разобраться, предложив Высоковой прийти в бухгалтерию УК со всеми счетами. Горожанка Елена Борежа посетовала на то, что активность жителей низкая, а для принятия какого-либо решения по ремонту дома или инженерных сетей нужно мнение большинства. Трудно собрать собственников, трудно собрать собрание, трудно найти инициатора, который начнет всю процедуру и проведет ее законодательно от начала и до конца. По закону 10% обращаются в управляющую компанию, они вам проводят собрание. Потому что законодательство нам позволяет из очной формы в очную за очную перевестись. Встреча в очной форме может в любой момент быть и в самом конце. Да. Встреча прошла продуктивно, каждый получил понятный ответ на свой вопрос. Над жителем мы должны понять, какие проблемы наиболее острые и отреагировать на них в первую очередь. Потому что есть специфика работ. Большинство работ необходимо проведение собраний собственников, чтобы принять решение о их проведении. Необходимо провести конкурентные процедуры для выбора подрядных организаций, либо для закупки материалов. Соответственно, все это время мы должны определиться прямо сейчас, на что потратить средства и реализовать. Подобный формат взаимосвязи управляющей компании с населением будет использован и впредь, как наиболее продуктивный. На портале Добродел продолжается голосование за дороги Ленинского городского округа, которое отремонтируют в 2021 году. В голосовании уже приняли участие более 500 жителей муниципалитета. Какие проезжие части сейчас находятся в лидерах, расскажет Юлия Погасьян. Такая форма народного выбора в Московской области практикуется не первый год и показала свою эффективность. Голосование на портале Добродел проходит в несколько этапов. Первый состоялся в июне. Тогда в список потенциальных к ремонту дорог были включены все проезжие части, на которые поступило наибольшее количество жалоб от местных жителей. Также туда вошли дороги, предложенные властями Ленинского городского округа и дорожными службами. С 1.07 по 31 августа начался второй этап голосования на портале Добродел. Туда включены дороги с наибольшим количеством голосов, которые набрали по первому этапу голосования. Для примера можно привести, например, по видному. Туда включена и набирает максимальное количество голосов. Это улица Ольховая, которая располагается в городском поселении. Видно также это улица Березовая и это подъезд к штурмой краюн. Причем один из отрезков улицы Ольховой у дома номер 2 был отремонтирован еще весной. А вот участок вдоль четвертого дома давно нуждается в ремонте. Я думаю, все надо делать. Все для людей. Я думаю, надо. Потому что ездить будет удобно. Обратное мнение относительно улицы Березовой. Водители считают, что дорожное полотно здесь еще удовлетворительное. В основном уже поменяли везде. А так, я не знаю. Может, где-то какие-то проулки есть, где требуются. А так, я не знаю. В принципе, неплохие дороги сейчас? Да, сейчас хорошие дороги. Однако, этот участок находится в лидерах голосования. А это основной критерий, по которому произойдет отбор дорог к ремонту. Уже в середине августа власти будут иметь представление о том, какие проезжие части заменят в 2021 году. Проводится в рамках программы губернатора дороги Подмосковья за счет финансирования с областью. Это 95% денежных средств выделяет Московская область. И 5% закладывается в бюджет городских поселений. Значит, в этой программе участвуют у нас два городских поселения. Это городское поселение Видное и городское поселение Горький-Ленинский. Все зависит от финансирования, но предполагается, что для ремонта отберут порядка 15 дорог. Полностью заменят асфальтовое покрытие при необходимости. Укрепят обочины и заменят бортовой камень. Ремонт начнется не раньше мая следующего года. В понедельник летние лагеря, организованные при дошкольных учреждениях муниципалитета, начали свою работу. Несколько сотен будущих первоклассников смогут в них перед учебным годом отдохнуть и набраться сил. Сегодня в лагере детского сада номер 9 «Солнышко» состоялось открытие смены. Праздник прошел на ура. Побывала на нем Екатерина Борисова. В минувший понедельник в детском саду номер 9 в Видном заработал оздоровительный лагерь «Солнечные лучики». В честь этого события для ребят устроили настоящий веселый праздник на летней веранде. А началось все с торжественного выноса флага отряда. Ребята пели, танцевали, участвовали в эстафетах и отгадывали загадки. В гости к ним заглянула настоящая баба-яга, которая оказалась вовсе не злобной старухой, а очень даже веселой и зажигательной бабулей, готовой участвовать в эстафетах, петь и танцевать вместе с ребятами. Ребятам праздник до того понравился, что им не хотелось расходиться. Всего летний лагерь детского сада «Солнышко» посещают 25 дешкалят. Скучать им некогда. Над составлением программы лагеря трудились опытные педагоги. С детьми работает инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель и два воспитателя. Проводится много развивающих занятий, развивающих игр. Дети познают мир. Вот вчера у нас, например, были представители порнодзора. С детьми проводилась беседа о безопасности. Играем в шахматы. В шахматы? Еще. Читаем. Читаем. Что еще делаете в лагере? Мы играем и танцуем, и учим песни всякие веселые. И рисуем, пишем. А еще можно здесь сделать гонки. Да, там вкусно кормят. Для ребят, как для будущих первоклассников, было разработано особое сбалансированное меню с обилием овощей и фруктов. В лагере они будут отдыхать до 28 августа, чтобы 1 сентября полными сил переступить порог школы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно это. 25 лет назад родилась наша телекомпания, призванная рассказывать о самых интересных событиях муниципалитета. В начале 2000 года наши корреспонденты осветили важное событие одной семьи – рождение дочери в первый день Нового года. А спустя 15 лет вновь пришли в гости в эту семью. Сегодня Полине Корнеевой уже 20. Наша рубрика «Время назад» вернет события на 5 и 15 лет в прошлое. Семья Корнеевых в первый раз пустила к себе домой съемочную группу телекомпании «Видное ТВ» чуть больше 15 лет назад. Родилась девочка. Не первая в семье, но первая в 2000 году на весь район. На ту пору в столице Морлышков пообещал квартиру первому москвичу, родившемуся в новом веке. Администрация Ленинского района каким-то образом отметила рождение Полины? Нет. И знать бы не знала молодая мама Оля, какого человека родила. Не задай тогда наша журналистка Вера Примаченко наводящего вопроса. Почему бы семье Поли тоже не претендовать на отдельное жилье? Подумали молодые родители и пошли ва-банк. Мы написали нашему мэру, на тот момент был Сергей Сергеевич Евтюхов. Он нам отказался с отказом за немением жилплощади, квартиру дать не можем. Ну и, собственно, его отказ, наше письмо мы отправили уже Громову. И квартиру дали. Девочка родилась как минимум под удачной звездой. У Бориса Громова на тот момент была предвыборная кампания. Указанием сверху на семью Корнеевых свалилась целая трешка. И из малогабаритной хрущевской двухкомнатной с протекающей крышей, где Алексей, Ольга, Никита и Полина делили площадь с бабушкой, дедушкой и прабабушкой, они переехали уже к лету. На тот момент мне было 23 года. 23 года получить свою собственную квартиру от государства. Ну, собственно, это и тогда был нонсенс, да, и, собственно, сейчас. То есть особо их не раздают. Сегодня Полине 15. Она воспитывает овчарку Тойоту и собирается поступать в колледж при Российской Академии Правосудия. Девочка 2000 намерена стать федеральным судьей. Стержень для этого имеется. Я с подругой поехала в магазин. Мы зашли, и я хотела купить себе футболку. Она стоила, наверное, тоже рублей 700. Она мне пробивает 1200. Я говорю, это не по закону. Вы мне должны пробить по такой цене, по которой я увидела. Школьница Полина серьезна и убедительна, как мама-юрист. Ольга открыла свою компанию и занимается помощью населению по гражданским делам. Три высших образования, трое детей. В трехкомнатной счастливой квартире через шесть лет после новоселья появился Захар. Пловец, гитарист, театрал, гусляр и круглый отличник. Глава семейства работает на московском коксогазовом заводе. Старший Никита готовится поступать в Рязанское училище. Будет военным. Мы побывали в семье Корнеевых ранним утром, потому что в другое время очень активных видновчан всех вместе не застать. Кто знает, быть может, мои коллеги в 2030 году вновь напросятся в гости к Полине и ее семье. Дай бог, будет повод. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видно ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.